Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Альмагомбетова Сауле Самаркановна. Мы с вами продолжаем изучение всемирной истории. Тема нашего урока – международные отношения в 60-е, 80-е годы XX века. Сегодня на уроке вы узнаете о Берлинском кризисе, о Карибском кризисе, о разрядке международной напряженности, о войне в Афганистане и о конфликте на Ближнем Востоке. В 1960 году вокруг Берлина вновь обостряется политическая обстановка. Как вы помните, с прошлого урока западный Берлин имел особый статус, очень интересный. Со всех сторон он был окружен ГДР, но при этом считался территорией ФРГ. В 1961 году лидер Советского Союза Никита Хрущев требует передать эту часть Восточной Германии на том основании, что Берлин являлся столицей ГДР. На это лидеры Запада ответили, что приложат все усилия, чтобы защитить свободу западного Берлина. Советское руководство и руководство ГДР сильно раздражал тот факт, что через Западный Берлин происходило массовое бегство восточно-германских немцев ФРГ, а разница в уровне жизни между западной частью Германии и восточной была колоссальной. На Западе можно было больше заработать денег, к тому же здесь не требовалось верности одной партии и не было репрессии. И никакая агитация не убеждала немцев в привлекательности социализма. Тогда власти ГДР, чтобы остановить массовую миграцию, решили просто закрыть границу. Это произошло в ночь с 12 на 13 августа 1961 году. Всего за одну ночь вокруг западного Берлина была возведена огромная многокилометровая железобетонная конструкция под названием «Берлинская стена». Обратите внимание на эту фотографию. Здесь мы видим исторический символ Берлина – Бранденбургские ворота. Это место всегда было оживленным местом встречи берлинцев. А теперь мы видим пустынную территорию, потому что Бранденбургские ворота оказались на разделенной полосе за колючей проволокой. Несмотря на то, что были заграждения и строгая охрана, тем не менее восточные немцы пытаются бежать в западный Берлин, предпринимая для этого все усилия. Кто-то по воде, кто-то по воздуху, кто-то под землей, а некоторые даже перелезают через стену, хотя автоматчики получили приказ стрелять. А это самая знаменитая фотография того времени – прыжок в свободе. Здесь зафиксирован первый побег из восточного Берлина. Западногерманский фотограф запечатлел момент, когда Конрад Шуман прыгает через мотки колючей проволоки, убегая из восточного Берлина в западный. Таким образом, мы видим, что Берлинская стена стала символом холодной войны, символом противостояния Востока и Запада. Но еще самое страшное – она разделила людей на целых 30 лет. Через год Берлин, как яблоко раздора, отошел на второй план, потому что начался более страшный кризис Карибский. Когда Соединенные Штаты и СССР оказались на грани ядерной войны, эпицентром конфликта стала Куба. Здесь новое кубинское руководство во главе с Фиделем Кастро имело очень сложные отношения с Соединенными Штатами Америки и искало себе союзника, покровителя. И такого союзника нашла в лице далекого Советского Союза. Но СССР решил воспользоваться удобным географическим положением Кубы и разместить здесь ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Никита Сергеевич Хрущев считал, а это была его идея, что американцы не будут предпринимать никаких резких действий. Так же, как и СССР, когда американцы разместили ракеты против Советского Союза в Турции, СССР, в общем-то, на это никак особо не реагировал. Но дальнейшие события показали, что советское руководство ошиблось в своем прогнозе. Хотя ракеты перевозили строжайшие тайны, но уже в середине октября 1962 года американцы об этом узнали и установили сразу же военно-морскую блокаду Кубе, чтобы не допустить сюда советские корабли, подвозившие остатки ядерных боеголовок. Каждый американец задавал себе вопрос, а увидит ли он на следующий день восход солнца? Потому что 27 октября 1962 году над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. Ситуация стала выходить из-под контроля, и американский президент Джон Кеннеди распорядился начать бомбардировку советских полигонов. Но 28 октября, буквально на следующий день, Никита Сергеевич Хрущев заявил, что убирает ракеты с Кубой. Это было сделано по радио на весь мир, потому что советское руководство торопилось, хотело, чтобы эта информация как можно скорее дошла до Вашингтона. Таким образом, Карибский кризис закончился. США, в свою очередь, обещала не вторгаться на Кубу и убрать ракеты с Турцией. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Кто из лидеров выразил недовольство выводом ракет? Вашему вниманию представлены три лидера – Никита Хрущев, Джон Кеннеди и Фидель Кастро. Правильным ответом будет Фидель Кастро. Политический лидер Кубы Фидель Кастро был крайне недоволен, что Никита Хрущев не проконсультировался с ним и с руководством Кубы относительно вывода советских ракет. Карибский кризис стал переломным в ходе Холодной войны. Противники поняли, что противоборствующая сторона тоже не хочет ядерной войны. Парадоксально, что итогом Карибского кризиса стала разрядка международной напряженности, то есть переход от конфронтации к переговорам. Таким первым конкретным шагом, который начал ограничивать гонку вооружения, был договор ПРО, то есть договор об ограничении систем противоракетной обороны, заключенный в 1972 году Ричардом Никсоном и Леонидом Брежневым. Но историки считают, что еще более важным документом был договор об ОСВ-1, то есть договор об ограничении стратегического вооружения. После военное время именно этот договор хоть на какое-то время ограничил гонку вооружения. Но а кульминацией периода разрядки считается подписание заключительного акта Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1975 году в Хельсинге 33 европейские государства, в том числе СССР и все социалистические республики Восточной Европы, а также США и Канада договорились о недопустимости применения силы, о невмешательстве во внутренние дела. Надо сказать, что заключительный акт Совещания по безопасности сотрудничества в Европе не был договорным документом, но тем не менее он имел огромное морально-политическое значение, так как ввел новые прогрессивные нормы в международные отношения. Ответьте на вопрос, пожалуйста, что является лишним в ряду. Правильным ответом будет, конечно, Бондонская конференция, потому что три предыдущих варианта между собой связаны. А теперь перейдем к региональным конфликтам. Эпицентром острого противостояния по-прежнему остается Ближний Восток из-за Палестины. Послушайте, пожалуйста, историю возникновения палестинской проблемы. 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства – арабское и еврейское. Около 54% территории должно было отойти Израилю, 45% – арабам-палестинцам. Иерусалим был отдан под международное управление. 14 мая 1948 года было образовано государство Израиль. Вскоре Израиль захватил западную часть Иерусалима и 6,7 тысяч километров территории Палестины, которая по решению ООН предназначалась для арабского государства. Организация освобождения Палестины – ООП – была основана в 1964 году. Целью ООП было освобождение палестинских земель. Ее устав предусматривал вооруженную борьбу как единственное средство освобождения. Арабо-израильская война 1967 года закончилась поражением арабских режимов. Были потеряны остатки Палестины. Западный берег, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа, были захвачены израильскими войсками. Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года. В октябре 1991 года ООП и арабские государства начали мирные переговоры с Израилем. Все арабские государства придерживались непримиримой позиции трех «нет». Нет миру с Израилем, нет признанию Израиля, нет переговоров с Израилем. Но в 1978 году лидер арабских государств, самое крупное и самое сильное в военном отношении арабская страна Египет, заключает к им Дэвиде мирное соглашение с Израилем, а через год, в 1979 году, мирный договор. Лидер организации освобождения Палестины, Ясер Арафат, в свою очередь, тоже заключает мирный договор в 1993 году. Это было исключительное событие в истории человечества. Фотография рукопожатия Исха Карабина, премьер-министра Израиля и лидера организации освобождения Палестины, Ясера Арафата, облетела весь мир и вселила надежду в скорейшее разрешение арабо-израильского конфликта. К сожалению, процесс разрядки международной напряженности не получил дальнейшего развития. Все это прекратилось в 1979 году, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Советская пропаганда заявляла, что это является интернациональной помощью афганскому народу, но мир понимал, что это акт агрессии. И против ввода войск советских в Афганистан выступает Генеральная ассамблея ООН, США, страны Западной Европы, арабские страны, мусульманские страны и даже некоторые социалистические страны, такие как Югославия и Китай. Позвольте вам зачитать выдержку из резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 января 1980 года. Генеральная ассамблея выражает глубокое сожаление по поводу недавней вооруженной интервенции в Афганистане и призывает к немедленному, безусловному и полному выводу иностранных войск из Афганистана. Итак, подведем итоги. В 1960-е, 1980-е годы происходят крупные, очень опасные международные и региональные конфликты. Но тем не менее, именно в эти годы начинается процесс разрядки международной напряженности. Медленно, но упорно продвигается идея о необходимости переговоров, сотрудничества и обеспечения мира. Благодарю за внимание.